Привет, я Евгений Сатуров. А я Татьяна Рябова. И мы снова с вами, чтобы делиться хорошим настроением и самыми интересными новостями нашей конференции. Добро пожаловать на четвертый и заключительный день Mobius 2021 Moscow. Спасибо большое, что смотрите нас. Как мы и обещали, четвертый день необычный. Это Community Day. Он совершенно бесплатный, и посетить его может абсолютно каждый, кто предварительно зарегистрировался. Сегодня нас ждет масса всего интересного, интересные доклады, интересные дискуссии и прочие активности. Кстати, Женя, а что тебе понравилось вчера? Ну, на самом деле, помимо всего того, что происходило в наш третий программный день, у нас еще и спикерский ужин был, который мне как раз-таки весьма понравился. Мне тоже очень понравился спикерский ужин. Кстати, а как можно попасть на спикерский ужин? Хороший вопрос. Потому что попасть туда можно несколькими путями. Во-первых, конечно же, можно подать заявку на участие в следующем Mobius, который состоится уже в следующем году, но время пролетит незаметно, и вы можете стать спикером конференции. Кроме того, можно поучаствовать в конференции в роли эксперта у какого-нибудь из спикеров из основной программы. Ну и, наконец, третья опция, которой воспользовались мы с Таней. Мы члены программного комитета, и вы можете присоединиться к программному комитету для того, чтобы помочь нам сделать конференцию еще круче в следующем году. Но есть вопрос у меня к тебе, встречный. А что тебе понравилось вчера больше всего из того, что происходило на конференции? Слушай, мне тоже очень понравился спикерский ужин, потому что многих из ребят я уже давно не видела, из-за того, что мы перешли в мир онлайна. Но, пожалуй, из всего дня конференции мне очень понравился наш круглый стол про диджитал-номадов, где мы с Сережей Рябовым и Артуром Батридиновым обсуждали, как путешествовать и параллельно работать. Кстати, Женя, ты его смотрел? Я его, к сожалению, пропустил, потому что в это время был весьма занят. Но воспользуюсь прекрасной возможностью посмотреть в записи то, что у вас там происходило. И эта же возможность есть у каждого, у кого есть доступ к основной программе конференции. Но помимо этой дискуссии у нас проходили и другие горячие дискуссии, которые уже не под запись происходили. Да, именно поэтому обязательно присоединяйтесь ко всем дискуссиям после докладов, которые вам понравились, потому что это будет ваша единственная возможность пообщаться со спикером и с экспертом. Например, у нас вчера проходила тематическая дискуссия от DevExperts. Обсуждали, как масштабировать мобильную разработку во всех плоскостях и направлениях, по вертикали, по горизонтали или по диагонали. И на этой дискуссии собралось около 30 человек. И это была, пожалуй, самая горячая, самая активная дискуссия за весь предыдущий день. А по поводу докладов, самые интересные дискуссии были у докладов Николая Пахомова. Это способы использования скрытого системного API. Там собралось 13 человек и длилась эта дискуссия 30 минут. Также очень горячая дискуссия была на докладе Надежды Куликовой, экзоплеер для IPTV-приложений. Там собралось 9 человек и длилась она 40 минут. Я думаю, что сейчас самое удачное время для того, чтобы анонсировать спикеров, которые порадуют нас своими замечательными докладами, уже буквально через несколько минут. Итак, первый доклад — это доклад Мартина Митревски. Training Dynamic Email Models on iOS 15. О чем же расскажет нам Мартин? Мартин расскажет нам о том, как можно создавать собственные фильтры изображений, и используя такие технологии, как CreateML, CoreML, SwiftUI и Combine. Также узнаем, в чем преимущество обучения на устройстве перед отправкой данных на сервер. Мартин Митревский — это старший архитектор iOS в компании Stream, работающий над SDK для чата. Он является автором книги «Developing Conversational Interfaces for iOS». Мартин делится своими знаниями в блоге martinmitrevsky.com и в качестве докладчика на конференциях. Экспертом у него будет Андрей Володин, независимый ML-разработчик. Следующий доклад, который вас ждет уже через несколько минут, — это доклад Романа Аймаледдинова из CityMobile. Доклад называется «Код, рожденный умереть». И про что узнают слушатели доклада? В первую очередь про A-B-тесты и про фичи-тоглы. У вас есть отличный шанс узнать, что это такое и как это быстро завести в проекте. Также вы узнаете, когда все это начнет работать конкретно для вашего случая. Но если вы уже завели фичу, то наступает время доставить ее пользователю. И если вы делаете это руками, то у Романа для вас есть интересная информация. Дело в том, что он расскажет, как упростить работу, используя бота, а в свободное время потратить на что-нибудь действительно полезное и интересное. В команде Романа используют бота в Slack, который умеет многое, и Роман расскажет, как и вам сделать то же самое. Роман работает в команде разработки клиентского приложения CityMobile и в основном занимается продуктовыми задачами. До этого работал в E-PAM и SiriusXM и 4 года в мобильной разработке уже провел. И помогать ему будет Дмитрий Хасанов. Он у нас будет в качестве эксперта на этом докладе выступать. Дмитрий Хасанов имеет колоссальный опыт, более 12 лет в разработке программного обеспечения и когда-то писал еще под Windows, но в 2012 году сменил сферу на мобильную разработку под Android и все еще занимается этим. Последние полтора года работает в CityMobile тем лидом платформенной команды клиентского приложения. Ну и, наконец, доклад Сергея Вихляева «Архитектура и как ее готовить». В докладе представлен порядок решения архитектурных задач. Будут рассмотрены аспекты, являющиеся наиболее важными при решении подобных задач. Предложен определенный порядок проектирования, этапы которого совокупно определяют общую философию решения архитектурных задач. Уместность предлагаемого подхода будет рассмотрена на примере решения практической задачи, реализация которой уже достигла конечной аудитории. Сергей – руководитель направления iOS-разработки команды потребительского кредитования мобильного приложения Sbol. Принимал непосредственное участие в более чем 12 проектах, доведенных до App Store. Для два наиболее популярных приложения – MPS Ball и Rendezvous – развивает сообщество разработчиков iOSNIC. Экспертом у него выступит Иван Бубнов. Он в Сбербанке с 2015 года. С самого начала занимался iOS-разработкой в Сбербанке онлайне. Сейчас руководит мобильными разработчиками в рамках кредитных и сберегательных продуктов. И, конечно, не забывайте делиться обратной связью по докладам, которые вы сегодня посмотрите. Напоминаю, что форма для оценки появится на экране сразу после завершения доклада. Для вас это буквально пара минут, а для спикера это очень полезный фидбэк, который ему, безусловно, важен для того, чтобы понять, насколько удалось ему донести то, что он хочет донести до аудитории своим выступлением, и насколько ему нужно вкладываться в то, чтобы сделать это еще лучше в следующий раз. Спикеру и программному комитету очень важна обратная связь, и именно эти пару минут действительно помогают делать конференцию еще лучше с каждым разом. Кстати, Женя, мы забыли отметить, что сегодня у нас непростой день конференции. Какой? А сегодня у нас Community Day. Что значит, что у нас сегодня Community Day? А это значит, что у нас сегодня абсолютно свободный доступ ко всем материалам сегодняшнего дня конференции. И это значит, что сегодня наши дискуссии будут еще более горячими, еще более активными, еще более многолюдными. И, конечно же, огромное спасибо нашим партнерам за то, что этот Community Day состоялся, потому что в этом целиком и полностью их заслуга. И, безусловно, раз уж мы заговорили о дискуссиях, можно проанонсировать одну из дискуссий, в которой Таня будет участвовать. Это дискуссия про Flutter. И она тем интереснее, что Таня ничего про Flutter не знает. Это правда. Я всего лишь могу написать пару строчек на Дорте, и я думаю, это все. Может быть, запустить Hello World на экране. Это мой максимум на Flutter. А ребята обещают, что к концу нашей дискуссии я уже буду иметь общее представление о технологии. Так что забегайте и проверьте вместе со мной, действительно ли это так. Да, давайте переходить непосредственно к конференции. Не забывайте заглядывать на трансляции из главной студии. А мы сейчас находимся именно в главной студии. Увидимся здесь. Итак, начинаем. Приятного вам просмотра.